Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Мы сегодня поговорим с Валерием Семененко, заместителем руководителя региональной организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Валерий Фокович. Андреем Сушенцовым, политологом-международником, партнером аналитического агентства «Внешняя политика». Добрый вечер, Андрей. И на прямой связи у нас наши спецкоры на Украине. Давайте дадим слово Артуру Асафьеву, спецкору «Радио Свобода», который накануне побывал в Мариуполе. Добрый вечер, Артур. Как, по-вашему, возможно ли реализация Женевских договоренностей в их нынешнем виде, предусматривающем разоружение обеих конфликтующих сторон? Вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Действительно, я был последние два дня в Мариуполе. Знаете, мне кажется, по обстановке именно в Мариуполе, там она была вполне возможна, поскольку местные пророссийские активисты, захватившие Горсовет, по крайней мере, уверяют, что у них нет оружия и они не хотят дальнейших никаких силовых действий. Вместе с тем, в городе довольно активны в последнее время сторонники «Единой Украины». В скором времени они создадут вот дружину самообороны, естественно, безоружную. Они уже сейчас помогают именно украинской и мариупольской милиции соблюдать порядок в городе и дежурить на блокпостах. Если бы вот не внешние воздействия, я имею в виду, к сожалению, именно российские воздействия, то достижение, возможно, чтобы говорить, что вполне было бы возможно. Большое спасибо, Артур. Теперь наш корреспондент в Славянске. Мы по причинам безопасности не называем его координатов, имени и фамилии. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как относится местное население к инциденту, произошедшему накануне ночи? Вам слово. Добрый вечер, Валимир. Знаете, неоднозначно, потому что многие не доверяют информации, которая получала о том, что это был правый сектор. То есть тут как-то мнение людей раздваивается, и они совершенно не могут понять, что происходит, потому что здесь реально, я тоже нахожусь несколько дней уже, и такое ощущение, что вообще неизвестно, что происходит. Люди не знают, что им делать. Они ждут поддержки, и ее нет. И они начинают переживать, что их оставили, бросили. А эта ситуация выглядит на взгляд многих как провокация. Спасибо. Ну вот мы вкратце поняли обстановку на месте. Валерий Семененко вопрос. Как по-вашему, можно ли было предотвратить вот эти провокации, которые произошли ночью в Славянске? Предотвратить? Ну, поскольку мы не знаем, кто стоит за ними, с той стороны, которые четыре джипа приехали, то предотвратить, конечно, их вряд ли можно. Если, конечно, вот за этими джипами стоит правый сектор, и вообще националистические силы в Украине, и киевская, как говорят, хунта, то можно было бы заворотить хотя бы тем, просто не прибегать к этим провокациям. Но это факт недоказанный. Я думаю, что это не есть так. Поэтому предотвратить эти провокации вряд ли возможно. И нам просто следует ожидать следующих провокаций и потом громких заявлений о том, что идет гражданская война, и Россия не допустит никакой гражданской войны. Просто каким образом она не допустит, это остается только догадываться. Ну, вот так. Андрей Суженцов, вопрос. Как по вашему, вам не кажется, что великие державы, посредники просто переложили проблемы на местные силы и с той, с другой стороны, украинские, и умыли руки? В каком-то смысле. Потому что ни Россия, ни Америка не могут повлиять на разоружение конкретных банд или вооруженных формирований. Ну, я думаю, на этом этапе это довольно разумно, поскольку у украинского кризиса украинские корни. И поскольку это началось из-за кризиса, возникшего внутри государства, то самое правильное, чтобы и пути выхода из него искались участниками этой ситуации. Другое дело, что сейчас внутри нее всплывают внезапно такие участники, такие игроки, которые не были системными. Никто еще до ноября 2013 года не знал, что такое правый сектор и кто такие эти радикалы. Они внезапно появились в Киеве и выступили как одна из наиболее энергичных частей оппозиции, выступавших против властей. Еще месяц назад никто не знал, кто такие люди сегодня с оружием в руках стоящие в Славянске, Краматорске, Донецке. Но вот эта публика, прежде маргиналы, люди из нелегальных шахт, казаки, афганцы, такие лихие, непрекаянные, видимо, появились тоже, в общем, довольно неожиданно для всех, я думаю, для России в том числе, как сила, которую придется теперь учитывать. И думаю, что до того, пока внутри ситуации не сложится какой-то баланс, статус-кво, маловероятно, что внешнее вмешательство даст положительный эффект. И на этом этапе инициатива, несомненно, на стороне Киева от того, насколько разумно они распорядятся ресурсами, теми небольшими, которые у них есть, от того, насколько разумно они экономическую политику государственную будут вести и смогут не сломать пока что работающие механизмы, торговые, финансовые и прочее, будет зависеть от того, как быстро или медленно ситуация будет продолжать скатываться в кризис. К сожалению, быстрого выхода в ближайший год я не предвижу, но от Киева очень сильно зависит, насколько быстро и насколько энергично ситуация будет меняться в худшую сторону. Если мы остановились сейчас, и у нас условный статус-кво все же образовался бы, то я думаю, что к концу этого года наметились бы какие-то признаки к возобновлению более-менее нормальной жизни на Украине. Но это ставит вопрос о том, произойдут ли в стране президентские выборы в намеченные сроки. А это важный вопрос для Киева сейчас. Друзья, послушаем мнение Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ, который считает, что Женевские соглашения в первую очередь нужны США и России. Наверное, они нужны все-таки в первую очередь России и Соединенным Штатам. Они чувствуют, что, собственно говоря, градус противостояния между нашими странами при всем уважении к Украине, он превышает значимость этой страны и для России, и для Соединенных Штатов. То есть это уже начинается противостояние великих держав с неясными перспективами. Это не нравится ни той, ни другой стране. Во-первых. Во-вторых. Совершенно четко и та, и другая страна, по-моему, поняли, что, что называется, 100% победы не будет ни у тех, ни у других. Потому что Россия прекрасно понимает, рационально смотрит на эти вещи, прекрасно понимает, что хоть не все, даже на юге и востоке Украины, стремятся присоединиться к России. В то же время в Соединенных Штатах понимают, что если киевская власть продолжит вот такое откровенное давление на восток Украины, дело может закончиться гражданской войной, в результате которой не исключено, что, собственно говоря, нынешние киевские власти могут ее лишиться. Что совершенно неинтересно для Соединенных Штатов. Или лишаться части территории Украины, что во многом бесценит как бы все попытки повернуть Украину в целом в сторону Запада. И поэтому все-таки Россия и Соединенные Штаты пытаются найти компромисс. Вопрос Артуру Асафьеву, спецкоррадио «Свобода». Артур, выполняется ли вот это предписание официального Киева не допускать через границу Украины с Россией мужчин призывного возраста? Вам слово, Артур. Да, выполняется. Когда я в пятницу ехал через Новоазовский погранпост украинский между Богодорогом и Мариуполем, меня, в общем-то, садили с автобуса, как и еще одного мужчину. Мужчина ехал к сыну, никакие причины не возымели, к сожалению, действий, мужчины не пропустили. Меня держали где-то около двух часов на границе. Не знаю, что мне помогло. Видимо, то, что я корреспондент нашего радио. В итоге меня все-таки пропустили, взяли все координаты того, куда я еду. Обязали, конечно же, вернуться в оказанный мой срок. И посадили на следующий автобус. И мне еще сказали, что мне сильно повезло. Я единственный, кого из этой категории пропустили за первые два дня действия этого распоряжения. Спасибо, Артур. Валерий Фукович, вопрос. Насколько вообще это такое эффективное средство предотвращения проникновения России в Новосток Украины? Так, ну, я бы хотел сказать, что это вообще никакое не средство. Потому что, возьмем для начала, значит, всю заварушку сначала затевают, вот сама картина действий, всю заварушку на Востоке Украины затевают организованные, хорошо экипированные, вооруженные одинаковым, современным оружием, которое почему-то оказывается оружием, состоящим на вооружении российской армии, гранатометы «Муха», автоматы, экипированные в одинаковую форму. Все заварушки начинаются с того, что группы по 30-40-50 человек подъезжают и захватывают отделение милиции, там, горсоветы и все прочее. После этого туда вводятся местные, вот как коллега говорил, всякие там отпетые, афганцы, казаки, и там, ну, наберется всякого гулящего люда и тому подобное. После этого там еще захватывается оружие, которое с удовольствием многие, ну, не многие, а часть из местных тоже себе забирает и ходит с этим оружием. Поэтому для обученных людей, которые вот занимают и ездят из города в город и занимают эти государственные учреждения, нет никакой трудности перейти границу. Поэтому это вот, скорее всего, это просто, ну, сотрясание воздуха, но которое никакого, в принципе, результата для пользы дела, вот для именно нейтрализации вооруженных групп это практически не дает. Потому что многие эти диверсионные группы из Крыма сейчас перебазируются на, в Украину, вот, говорят, вот в Бердянске ожидали недавно якобы Януковича. Поэтому даже, вот меня удивляет, почему вместо того, что, ну, пусть приземлится, и хватайте его, садите в кутузку, то есть в автозаке везите в Киев. Так нет, вытащили это, бетонную глыбу на взлетную полосу, чтобы не сел самолет. Наоборот, дайте ему, вот, то ли нет уверенности в том, что если сядет, то его не смогут арестовать. Но уже по сведениям, что просочились очень много людей, которые могут составить вот эти диверсионные группы в Бердянске, расселились там по всяким пансионатам, ну, есть где расселиться, человек 150 и ждут, так сказать, сигнала для выступлений. Поэтому вот эти средства, это, ну, они даже как-то и чисто в информационном смысле, таком идеологическом смысле, имиджевом смысле, они не лучшим образом, в общем-то, характеризуют власти Украины. Андрей Сушенцов, как по вашему, действительно, не солидно выглядят подобные меры самообороны официального Киева, как недопущение просто персональных каких-то туристов и родственников в пределы страны? Ну, я боюсь, у них ограничен довольно сейчас арсенал мер, которые они могут использовать. Фактически, мы уже несколько раз видели, что у них проблемы с лояльностью их собственных сил вооруженных. И каждый шаг, который они делают, он может не просто наткнуться на противодействие, но и привести к тому, что потеряются остатки лояльности у тех сил, которые все еще подчиняются Киеву. Хотя я не склонен тут драматизировать и считать, что там уже сыпется режим, но в любом случае, в силу вот этих революционных событий киевских, заметное число людей, которые должны были обеспечивать порядок, они сейчас фактически сохраняют нейтралитет. Отряд специального назначения отказался штурмовать занятые здания в Донецке. Часть только что мобилизованных призывников фактически перешли на сторону этих людей в Славянске. Я бы не преувеличивал масштаб или вообще поставил под сомнение тот факт, что там заметное организованное участие сейчас принимают россияне. Думаю, что вполне кто-то из людей с российскими паспортами по собственной инициативе вполне туда мог попасть. И это, в общем, несложно установить, в силу того, что эти люди сейчас сняли маски, и их можно легко различить. И это уже, в общем-то, делается. Но, на мой взгляд, все равно меры, любые меры, которые Киев может применить сейчас по отношению к этому протесту на Востоке, они поставят сам Киев в еще более неудобное положение. И ему уже придется сталкиваться с не просто пока слабым, неорганизованным сопротивлением, но и уже с народным возмущением. Пока что еще до этого не дошло. И думаю, что тактика, которую они пытаются сейчас использовать путем легитимации вот этих отрядов националистов, превращение их в отряды при областных администрациях, как-то придание им какого-то мандата легитимного на использование силы, мне кажется, это тоже тупиковый путь, поскольку он выводит все противостояние за рамки правового поля, мягко говоря, и поощряет те силы, которые сейчас готовы взяться за оружие. А думаю, что и в Донецке, и в Луганске, и всюду там нелегального оружия за время, для украинской армии сложной, оно довольно широко стало гулять. И это нелегальное оружие может всплыть, и тогда, я думаю, что для Украины, и как и для России, это будет довольно плохой вариант. Владимир Жарихин считает, что достижение компромисса весьма проблематично. Компромисс найти не так просто, потому что те же самые киевские власти отнюдь не являются стопроцентными управляемыми, как со стороны Соединенных Штатов, но уж тем более со стороны России. Это во-первых. Во-вторых, кстати, и активисты на юге и востоке Украины тоже не являются отнюдь, так сказать, пешками в игре Российской Федерации. Поэтому не так просто, несмотря на вот эту декларацию, которая была сейчас принята, все-таки найти, заставить стороны пойти на компромисс. У меня такое чувство, что пока что американская сторона и не считает необходимым заставить киевские власти пойти на компромисс. Но это сделать придется. Иначе смысла, действительно, в этих женевских соглашениях, в общем-то, никакого не останется совсем. Валерий Семененко вопрос. Почему Вашингтон больше давит на российскую сторону, чем на Киев? Вот в частности тем, что угрожает конфисковать счета российских чиновников. Ну, ведь Вашингтон прекрасно понимает, кто есть кто. Поэтому все идеи федерализации, вот, начала вот Россия, устами Путина, Лаврова особенно, говорить о федерализации, потом люди на востоке Украины начали говорить федерализация. Какое понятие, каждый вкладывает в это слово свое понятие. Понятно, что Россия хочет зацепиться за определенные регионы Украины и иметь какой-то весомый козырь или весомый рычаг, чтобы в дальнейшем регулировать движение Украины и развитие Украины, и движение Украины в ту или другую сторону. Естественно, сейчас прекрасно понимает российская власть, что нынешняя власть в Киеве четко взяла европейский курс, является прозападной. Может быть, и крымская операция именно быстро проведена была из-за этого, потому что российская власть, естественно, чувствовала, что нынешняя киевская власть, конечно, денонсирует Харьковские соглашения и потребует быстрейшего вывода Черноморского флота из Севастополя и вообще лишит всяких баз. Поэтому, пользуясь безвременем в Украине, отсутствием какой-либо власти, ну, надо отдать должное, что это быстро было проведено. Ну, быстро, потому что власти в Украине никакой не было. Поэтому главный, главный игрок, что бы там ни говорили, есть там российские войска в Украине, нет российских войск в Украине, главный игрок вот сейчас и главный закоперчик всей этой ситуации на востоке Украины есть Россия. Это факт непреложный, факт практически не требующий особых, как говорится, доказательств. Как если бы Россия, как только она перестанет поддерживать сепаратистов на востоке, то вся эта смута, она сразу осядет, схлынет. Здесь, конечно, как коллега сказал, очень зависит все от киевской власти, чтобы она удержала на плаву обычные нормы человеческого общежития. Вот все, чтобы работали школы, работали магазины, работали больницы, работала почта, чтобы все это было. Потому что вот даже социологические опросы показывают, что две трети населения украинского востока Украины, они за спокойствие, за противосепаратистских устремлений. Поэтому ключи, и я уже не один раз об этом говорил, ключи от успокоения, стабилизации положения на востоке Украины лежат в Москве. Воспользуется ли Москва этими ключами в нужном направлении, я не уверен. Скорее всего, она не будет пользоваться в том направлении стабилизации, а все равно будет искать свою, как говорится, свою выгоду в этом всем. И я не уверен, что Москва именно воспользуется в нужном направлении, как этого, например, желают штаты, направление этими ключами. Поэтому вот и давление, ну, понятно, давление в основном идет на Россию. Андрей Сузенцов, вопрос, каковы главные цели приезда Джозефа Байдена в Киев? Я думаю, что они преимущественно символические. Соединенные Штаты хотят послать Киеву сигнал, чтобы он не чувствовал себя в одиночестве. И хотят, наверное, дополнить своими словами тот незначительный пакет помощи, который они сейчас передают напрямую украинскому правительству, ведь гарантии на кредит в 1 миллиард долларов. По сути, я думаю, этим ограничивается цель этого визита. Вряд ли у Соединенных Штатов сейчас украинский сюжет находится в первой пятерке вопросов, которых их занимают, и он постепенно теряет свою значимость. А в силу того, что у США отсутствуют любые жизненные интересы на Украине, любые интересы, за которые США готовы были бы воевать, украинский кризис разворачивается вдали от американских границ. Их действия относительно начального этапа развертывания этого кризиса показывали, что они не вполне понимают, какие силы представлены в среде оппозиции. Этим объясняется их тактическое партнерство, в том числе с националистами, радикалами, которых они сейчас, как и Россия, клеймят. И на этом этапе, я думаю, главная их задача способствовать тому, чтобы в их понимании, они полагают, что это событие очень возможно, чтобы послать сигнал в адрес Москвы с призывом ее не переступать новую красную черту, а именно вводить войска на восток и на юг Украины. И при этом, на мой взгляд, в течение времени они несколько более точно начинают понимать себе движущие силы, собственно, украинских событий. Если раньше это было довольно однотонно, авторитаризм против демократии, Янукович плохой, оппозиционеры хорошие, то сейчас уже среди оппозиционеров они начинают выделять более рукопожатных, менее рукопожатных. Осталось сделать еще один шаг, понять, что на юго-востоке Украины есть реальная почва для глубокого недовольства действиями властей, не только по поводу последних их инициатив, но и по поводу самого факта насильственной смены власти в Киеве. И видно, что американцы сейчас не успевают за действиями Киева, который, по сути, дезориентирован сам, пытаются найти выход из сложной ситуации и любой шаг, который он совершает, встречается, или противодействует, или они не находят твердой почвы для того, чтобы сделать этого шага. И сейчас этот визит преимущественно продемонстрирует какое-то символическое значение, которое Соединенные Штаты уделяют Украине. Владимир Жарикин видит выход в возвратение ситуации в нормальное русло. Стихийность народного движения, наверное, не стоит преувеличивать, но, тем не менее, заставить-то... Она, конечно, народное движение не может, но, например, киевскую власть все-таки заставить ограничить в значительной степени радикалов в Киеве, в общем-то, все равно необходимо. Потому что невозможно представить себе реальное проведение выборов в мае этого года при, так сказать, том контроле, который устроило спильно справа и другие радикальные движения над избирательными комиссиями. В общем-то, можно сколько угодно, так сказать, потом заявлять, что выборы прошли свободно, подсчет проводился абсолютно прозрачно, но ведь никто этому не поверит. И поэтому сейчас проблема стоит в том, что для того, чтобы все-таки провести эти выборы с целью, действительно необходимой целью, все-таки появление какой-то легитимной власти в Киеве, необходимо очень серьезно ограничить деятельность правого сектора и других радикальных организаций. Я боюсь, что на это, с одной стороны, не готовы киевские власти, а с другой стороны, у них на это, собственно говоря, и нет ресурсов. Вопрос Артуру Асафьеву. А появились ли какие-нибудь приметы начала президентской кампании на Украине? Наглядная агитация в пользу того или иного кандидата? Или теледебаты? Или какие-то, может быть, другие признаки? Вам слово, Артур. Владимир, за два дня пребывания в Мариуполе я таких признаков там совершенно не видел. Об этом даже никто не упоминал. Ни пророссийские активисты, ни сторонники Единой Украины. Все озабочены именно сегодняшними событиями. Пророссийские активисты, аккреди заявляли, что именно президентские эти выборы наплевать. Они надеются провести свой референдум о федерализации или о независимости так называемой Донецкой Народной Республики до этих выборов. А что дальше там будет? Они говорили мне, что хотят провести его либо 11, либо даже 4 мая. А что дальше там будет с президентскими выборами в Донецке, например, власти? Им хоть трава не расти. Ну, а, соответственно, сторонники Единой Украины сейчас тоже больше озабочены безопасностью города и противодействиям вот этой правильной пропаганды. Спасибо, Артур. Да, Валерий Семененко вопрос. Как вашему? Способен ли Кремль сорвать президентские выборы в восточных областях Украины? Ну, это даже слова нет. Естественно, при желании Кремль способен все сделать и сорвать выборы может. и разжечь так называемое недовольство и восстание и войну на востоке Украины. Является ли это, так сказать, тем, что нужно Кремлю? Но я не уверен, что это является. Потому что здесь я бы кризис этот украинский разделил бы на несколько кризисов. Первый, самый большой кризис. Я бы все-таки сказал, что все-таки, вот в отличие от коллеги, жизненный интерес Соединенных Штатов здесь присутствует. Ведь поймите, был определенный миропорядок, определенный после Второй мировой войны, и потом, немножко трансформированный после развала Советского Союза, его поражение в холодной войне. Этот миропорядок был, вот, территориальная целостность и все прочее. И фактически соблюдали и наблюдали за сохранением этого миропорядка Соединенные Штаты Америки. Россия, фактически поправ все подписанные соглашения, я имею в виду с Украиной, вот, Будапештский меморандум 1994 года, который гарантировал Украине целостность территории взамен на третье по величине ядерное вооружение, которое она добровольно отдала России. Вот была бы сейчас атомная бомба в Украине, туда бы никто не сунулся. Поэтому, естественно, вот здесь шибко происходит между Россией и Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки, естественно, не воспринимают нарушение вот этого баланса сил, что Россия создала вот такой-то прецедент. Ну, Россия создала прецедент не только, как говорится, во вред Америке, но она в будущем, конечно, она, это уже так, отвлечение в сторону, она создала этот прецедент в будущем и во вред себе, поскольку это прецедент, который может повториться с весьма плачевными последствиями для России. Это самый верхний слой кризиса. Второй – это чисто украинский кризис. Вот здесь иногда принижают, что говорят, Украина здесь является, даже не является субъектом, а так марионеткой. Ее кидают туда, кидают сюда, и более, как говорится, мощные там державы, более мощные силы договариваются, а она служит как просто непонятно чем. Нет, я не согласен с этим. Значит, Украина испокон веков, в свое время, Украина в образе, допустим, Киевской Руси, Галинского, Лынского княжества была в Европе, в Литовской державе была в Европе. Сейчас она четкий курс взяла на возвращение в Европу, и все равно Украина вернется в Европу. Россия, конечно, это чувствует и пытается мешать, потому что, естественно, если Украина будет возвращаться в Европу, Россия беспокоится о своей безопасности. Но, естественно, все эти действия России продиктованы именно этим, чтобы замедлить или не дать Украине идти в Европу. Ну, есть вариант финляндизации Украины. Если бы дошли до этого, то это было бы очень даже неплохо. Владимир Жарихин считает, что роль Европы в регулировании ситуации на Украине очень мало. Знаете, роль Европы в этом процессе, чтобы запалить фитиль с трех сторон, я имею в виду трех министров иностранных дел, европейских держав, таких как Франция, Германия, Польша, уважаемых держав. А теперь с интересом наблюдать, как разгорается пламя на территории Украины. Это была полная и абсолютная безответственность со стороны представителей европейских держав. И сейчас ждать от них какого-то участия реального в тех процессах, которые происходят на Украине, совершенно бессмысленно. Они абсолютно утеряли и возможность контроля за тем, что там происходит, и вообще плохо себе представляют, что же они там сделали. К сожалению, это так. То есть, как было, так и осталось. Все-таки Евросоюз – это экономический монстр, но политический карлик. Очень хотелось бы все-таки, чтобы... Ну, если, так сказать, подписи представителей России и Соединенных Штатов для украинской власти так же незначимой, как подписи и министров иностранных дел Франции, Германии и Польши, то я не знаю, что может в этом мире быть значимым для этой власти и является ли это на самом деле властью или является тем, чем называют, так сказать, ироникальные люди многие у нас здесь в России, то есть бандой. Да, вопрос Андрея Сушенцова. Почему не выдается ни авторитету Европы, ни Вашингтона, ни Москвы повлиять на ситуацию? Я думаю, что корни этих проблем, они относятся не к этому году. Украинская власть довольно безответственно себя вела не только в ходе этого кризиса, но и накануне. Янукович, по сути, своими руками создал в себе большую оппозицию, разочаровав знаметное число граждан, которые надеялись на подписание соглашения об ассоциации, фактически в последние месяцы развернув резко курс и надеясь, что он удержит руль крепкая. Но еще до Януковича, в ходе событий 2004 года и накануне этих, на мой взгляд, Украина и украинская элита, прежде всего, вела себя относительно безответственно по отношению не только к своим обязательствам в отношении соседей, но и по отношению к своим собственным интересам. Давайте подумаем, ты резво, если у страны есть некий сосед, с которым у нее половина товарооборота, который имеет на территории Украины жизненные интересы, свою военно-морскую базу, где 17% минимум населения является русскоязычными или русскими, где через территорию страны проходят основные артерии энергетические, транспортные, транзитные в Европу. И вот с этим партнером Украина решает поссориться до такой степени, что возникает угроза ее безопасности. На мой взгляд, это просто катастрофическое развитие событий для любого государства. И здесь Украина не исключение. Я бы сравнил сейчас украинскую элиту с грузинской, которая вела себя в отношении России. Россия необыкновенно странно. Вот образец для подражания Грузии и Соединенные Штаты Америки. Они, например, заметно более умеренно всегда себя держат в адрес России. Хотя США с Россией не связывают ни тесная торговля, ни общие границы, по сути, морскую можно не считать, ни какие-то другие крепкие взаимосвязи, кроме возможности взаимного гарантированного уничтожения. И тем не менее США никогда себе не позволяет в адрес России такие шаги, демарши и даже, по сути, военные меры, которые позволила себе Грузия в адрес России. И надеяться для любой власти в Киеве, что шаги радикальные, которые она принимала и которым по-прежнему угрожает, останутся без ответа со стороны ее соседного востока, на мой взгляд, очень глупо. И хорошо бы, чтобы люди, сидящие в Киеве сейчас, пришли в себя и поняли, что в украинских собственных интересах иметь дружественную Россию, а не Россию вражденную, настроенную по отношению к Украине. Философ Игорь Чубаев считает непростым вопросом, кто именно срывает женевские договоренности. Вопрос не такой простой, потому что идет многомерная, многоуровневая информационная война. И хотя бы вот такой пример. Мы еще недавно нам говорили, что в Крыму просто были силы самообороны, зеленые человечки. Теперь Путин признал, что это были российские военнослужащие. То есть диаметральный поворот на 180 градусов, при этом никаких переоценок. Ну вот говорили так, теперь говорим так. Ничего из этого не следует. Поэтому применительно конкретно к Женеве тоже возникает много вопросов. Действительно, министр Лаврова только что заявил, что Украина пальцем на палец не ударяет для того, чтобы выполнить женевские соглашения. Одновременно украинский министр иностранных дел Андрей Дешицы заявил, что каждый день проводятся встречи с послами стран-участник женевской встречи и каждый день обсуждаются конкретные меры, конкретные шаги по доэскалации. А почему должен верить в эту ситуацию Лаврову, если даже президент меняет свои оценки и трактовки? Я как раз вполне доверяю Дешицы и считаю, что женевские соглашения, они имели определенный позитив. Как Вы считаете, Валерий Фокус, что-нибудь изменилось за те дни, которые прошли после подписания женевских договоренностей? Ну, во-первых, заключение женевских соглашений, протоколов, это даже не соглашение, а подписание протоколы о намерениях. Меня вообще немножко удивило. Скорее всего, там изначально, наверное, предусматривалось их невыполнение или неполное выполнение. Потому что Россия, она все равно ставит себя особняком, якобы она не влияет на силы самообороны на Востоке. И кто их будет разоружать, сами они, это априори ясно было, что они заявят, что они не будут разоружаться. Тем более их заявления, они, ну, посудите, доведенные до абсурда. Посудите сами. Если все должны освободить незаконно эти захваченные помещения, то, допустим, мы освобождаем и незаконно захваченные помещения, пусть противная сторона. И начинают считать от премьер-министра Турчинова, пусть Яценюк освобождает помещение, пусть тот освобождает. То есть та власть, которая, собственно, подписывала эти протоколы, ее уже считают незаконной, и она должна освобождать помещение. Ну что это? Это не абсурд, это полнейший абсурд. Это включают дурачка просто, и, естественно, они торпедируют эти женевские протоколы, и, естественно, они не будут разоружаться. Поэтому, я еще раз повторяю, должны более действенные меры. Действенными мерами является это влияние со стороны России. Но я уверен, что Россия не будет влиять в сторону именно деэскалации и стабилизации положения на востоке Украины. Только действия киевской власти, и так, вот сейчас сравнивали киевскую власть с Грузией, да нет, киевская власть все делает для того, то ли она по причине отсутствия ресурсов, то ли еще по каким-то другим причинам. Ну, по многим причинам она не позволяет себе таких болезненных и всяких шараханий стороны в сторону. Она очень дозирована и очень спокойно и осторожно и взвешенно именно применяет вооруженные силы. Практически, я бы сказал, она их и не применяет. Она ввела туда вооруженные силы. Они стоят и ожидают. И мне кажется, вот это ожидание, ожидание, со временем оно будет способствовать все-таки снижению вот этого напряжения, потому что людям, простым людям, народу, оно в конце концов надоест. Вот эта вся свистопляска, а без поддержки народа эти вот гопники и все эти группы, они, в общем-то, потом потихоньку сойдут на нет. В чем сила ведь Майдана была? Ведь к Майдану можно стереть было буквально моментально. Но его поддерживал весь народ. Вы поймите, как только что-то произошло, вот 30 ноября, миллион людей вышли на площадь, на Майданной залежности. Вы видели такие сборища в Донецке, в Луган? Нет. Ну, тысяча выйдет, две тысячи. Нету массовой поддержки. Нету массовой. Но просто, пользуясь слабостью киевских властей, вот они, как говорят, в Украине распоряжались там вот. И просто, действительно, киевская власть, она, ну, не решается перейти к какую-то черту, чтобы ее не обвинили там в развязывании гражданской войны и тому подобное. Будут жертвы. Поэтому все это, как говорится, все это делается методом проби ошибок. Вот примерно вот так. Андрей Сушенцов, вопрос. Как, по-вашему, последоват ли за Женевой-1 еще следующие круглые столы и новые протоколы? Я думаю, это неизбежно. Можно уже эту Женеву назвать Женевой-1 и ожидать развития ситуации на Украине, чтобы понять, что может быть в следующем условной ситуации, которую можно назвать статус-кво. Сейчас преимущественно большой формат, который состоялся в Женеве, то, что Соединенные Штаты, Россия и Европа смогли договориться по ряду пунктов, которые являются одинаково неприемлемыми для всех. Думаю, что ни у кого не было иллюзий по поводу того, что Киев не будет стремиться и не будет иметь, по сути, возможности разоружить людей, которые оружие получили сейчас. Я думаю, нового киевского правительства просто нет на это не просто ресурсов, но, наверное, еще и желания. Учитывая географию происхождения этих людей, это преимущественно представители центральной и западной Украины. Я боюсь, что так же, как и в России, при отсутствии централизованной государственной политики по спаиванию, в смысле созданию такой спайки между разными регионами, жители Владивостока будут тяготеть к местным региональным центрам и жители центрального России будут тяготеть к Европе. Так и на Украине. Если из Львова дешевле съездить в Варшаву, чем в Донецк, а из Донецка съездить дешевле в Ростов-на-Дону, чем в соседние города, разумеется, в стране будут формироваться такие субэтносы или субгруппы, которые не будут находить общий язык между собой. Я бы не преуменьшал меру народного недовольства на Юго-на-Востоке происходящими в стране сейчас событиями. Недавно по заказу нового правительства был проведен социальный опрос во всей Украине и в частности в Донецкой и Луганских областях, который дал относительно позитивные для Киева ответы, но для баланса они включили туда вопрос, который звучит так. Считаете ли вы референдум в Крыму народным волеизъявлением граждан? И в Донецкой, Луганской и Харьковской областях больше половины респондентов ответили, что да, они считают, что это свободное народное волеизъявление. Это, а также то обстоятельство, что на Украине последние 20 лет четкая географическая привязка во всех электоральных циклах, люди Востока и Запада голосуют по-разному. И куча других параметров, которые я не буду сейчас называть, показывает, что Украина это очень разнородное, сложное государство, которому требуется консолидирующая центральная власть. Не власть, которая играет на обострение противоречия между Западом и Востоком, и которая учитывает, что внутри страны проживают крупные меньшинства, которые могут быть очень недовольны политикой по притеснению их прав. И, как всегда, во всех революционных событиях оружие первыми берут люди, которым нечего терять. Но при сохранении этой ситуации и отсутствии каких-то подвижек позитивных, к ним присоединяются все более широкие массы. По крайней мере, на кадрах из Востока, где люди, в которых нельзя заподозрить, российских активистов, безоружные, пытались руками останавливать движение техники военной, это достаточно сильный сигнал, на мой взгляд, должен быть, отрезвляющий для всех, кто считает, что на Востоке нет людей, считающих иначе, чем Киев. Философ Игорь Чубай считает женевские договоренности уже позитивным результатом. Ну, а если говорить еще более конкретно, а что, собственно, дали женевские соглашения, к чему они привели, на мой взгляд, результат в том, что не до 17 апреля, а вообще-то это ждали многие, не произошло введение войск, прямого и открытого введения российских войск. И уж после 17 апреля тоже не произошло прямого и открытого введения российских войск. Значит, конференция в Женеве сработала, есть результаты, есть шанс на то, что антикриминальная революция, демократическая революция, Майдан украинский, он может победить, хотя предстоит огромная работа, очень много нужно сделать. Вопрос Артуру Асафьеву. Артур, скажите, в тех областях, где вы проезжали по Украине, там ловятся российские федеральные телеканалы, или этот сигнал, как сказать, перекрыли, как обещал официальный Киев, вам слово? Мне не особенно удалось побывать в домах жителей, но я слышал, что российские телеканалы там, в общем-то, продолжают ловиться. Это, видимо, сигнал поступает с севера Донецкой области, где, как известно, были захвачены телевизионные вышки. В целом, я могу сказать по впечатлениям, я слышу разговоры и в автобусе, и в других местах, все очень активно обсуждали Женевскую конференцию, даже вот бабушки 70-летней, например, в моем автобусе, только и обсуждали ее итоги и подробно ее разбирали. Значит, они все видели по телевизору, иначе откуда-то они все это знали. Спасибо. И философ Игорь Чубайц также согласен, что Женевские соглашения – это первый успех Украины. Но здесь тоже менялись оценки поначалу, ведь Россия наставила на том, что она поедет только если Украина будет менять конституцию, только если совещание в Женеве будет проходить при участии представителей, самозванных представителей Юго-Восточной Украины и так далее. То есть Россия диктовала совершенно беспардонно, диктовала условия, при том, что, скажем, три месяца назад, когда Путин решил дать кредит Украине в 3 миллиарда долларов, у нас все время подчеркивали, что мы никаких условий не выдвигаем. Это Евросоюз хочет помогать, но условиям с условиями реформы экономической системы мы никаких условий не выдвигаем. На самом деле жесточайшие условия были стимулированы, и эти условия ни одна независимая страна не может принять. Естественно, что Украина смогла найти возможность для того, чтобы не реагировать на эти требования или реагировать адекватно, так как это нужно самой Украине. Когда это стало понятно, возникло предположение, что Россия не будет участвовать в Женеве. Тем более, что до совещания Женевского у нас все время подчеркивали, что режим – это хунта. Вот та власть, которая возникла в результате народной революции – это хунта. Это нелегитимная власть. Участие России в переговорах с этой властью означает ее определенная легитимация. То есть, в общем, здесь было много факторов, которые работали против совещаний, против участия России. Победил здравый смысл, победила, в общем-то, на той линии, что надо договариваться. И фактически, в некотором смысле, российских представителей выназили участвовать в этом совещании. Поэтому то совещание, которое прошло в Женеве, и та форма, в которой оно прошло, оно было определенной небольшой победой украинской страны. Да, вы согласны, Валерий Фукович? Да, я согласен. Да, для Украины была определенная, так сказать, победа, что Россия все-таки, видите, она отказалась от своих настоятельных требований. Поставить вопрос о присутствии. Сначала она даже определенно, персонально называла, вот товарищ Добкин может представлять юго-восточные регионы. Это примерно как на переговорах по Молдавии. Вот там были Молдавия, ЕС, Украина, Россия и Приднестровская республика. Именно Россия хотела придать женевским переговорам именно вот примерно вот такое же подобие. Статус, который имела Приднестровская республика, этот статус придать вот самозванным всяким представителям юго-востока Украины. Ну, их, как говорится, никто не выбирал, никто не назначал. А Россия решила сама назначить этих представителей. И вот давайте с ними разговаривать. Ей это не удалось. Поэтому это, естественно, является сам факт проведения переговоров. Сам факт приезда России, приезда Соединенных Штатов, ЕС на переговоры с участием Украины. Сам факт, просто сам факт, это уже и является дипломатическим успехом. Ну, я бы не сказал слово победа, а дипломатическим успехом Украины. Это придало, я откровенно говоря, когда услышал о самом факте проведения переговоров и о результатах переговоров, я подумал, да, действительно. А потом сразу задал себе вопрос, а как же будут, кто кого будет разоружать и как будут разоружать. Ну, хорошо, киевская власть, допустим, под влиянием там своих советников и друзей ЕС и Штатов начнет какие-то, ну, хотя бы такие видимые попытки разоружения. Вот в Житомире там правый сектор сдал какие-то, много этих коктейлей Молотова, говорят, и уже это выдают за начало разоружения. И там, ну, кто будет разоружать силы самообороны в Донецке, это для меня остается вопросом. То есть, я знаю ответ на этот вопрос. За всем этим стоит Россия. Все. И деньги, и вооружение, и моральное, и всякая другая поддержка, и все это инспирируется Россией. Но Россия будет продолжать эту поддержку оказывать и будет вести все это дело. Ну, а там будет по ситуации чего-то принимать, какие-то решения. Андрей Сушенцов, как, по-моему, развить тот первый успех, которым наши гости называют Женевские соглашения? Я делаю короткий комментарий по поводу ситуации в Молдавии, которая сейчас только что была описана. Думаю, что это хороший должен быть образец для нынешней украинской власти, как не нужно поступать. Потому что ситуация была очень похожей. Приднестровье относительно неоднородный по отношению к Молдове регион, действительно попавший в состав этой страны, по сути, розчерком пера советских руководителей. Но если бы не было попытки военного захвата, ни зданий там, ни попытки принудить военным способом людей, живущих в этом регионе, я думаю, что этот замороженный конфликт сейчас бы не существовал в Европе. И маловероятно, что сейчас мы сможем увидеть какое-то позитивное развитие в ходе переговорного процесса. Все будет зависеть от киевских властей. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Мы на помощи вместе с нашими гостями обсудили ситуацию на Украине. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова